Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы попали на канал K-English Практика. С вами Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. Я преподаю английский уже очень много лет, более 15 лет. У меня огромный опыт, которым я считаю необходимо делиться. Именно поэтому я записываю свои видеоуроки, которые полезны вам, мои дорогие ученики. Я также знаю, что учителя захаживают ко мне иногда на канал. Отлично, друзья мои, я всегда рада поделиться своим опытом с коллегами, потому что у нас с вами одна цель. Цель – научить английскому языку, помочь, сделать английский понятным максимальным количеством людей. Сегодня у нас 46-й урок, который я веду в соответствии с грамматикой English Grammar News Cine Murphy в народе. Этот урок посвящен теме Have Something Done. Давайте с вами кратко повторим теорию и перейдем к разбору примеров. Итак, оборот Have Something Done переводится как сделано, имею сделанным, если более буквально. И эта конструкция всегда подразумевает, что кто-то другой сделал это за меня. Например, I have my car washed, мне помыли машину. То есть, я имею то, что машина помыта, но при этом это делала не я. Общая схема данного оборота. Have – потом объект, потом третья форма глагола. Have всегда является неотъемлемой частью данного оборота. Иногда вместо have может использоваться get. Have либо get будет меняться по временам. То есть, в данном случае уже мы говорим не be. Не be используем здесь, а именно have. Объект, над которым совершили действие. И третья форма глагола – это то, что нам напоминает, что все-таки это пассивный залог. Вроде бы ничего сложного, поэтому двигаемся сразу к примерам. Мне разбили планшет, мне придется покупать другой. Tablet, планшет. Ну, есть смартфон, есть планшет. I had my tablet broken. То есть, мне его разбили. Had показывает, что это было сделано в прошлом. Видим, что форма не have, а had. Далее объект my tablet. И действие, которое над ним совершили, жестокое, ужасное действие. Broken. I have to buy another one. Мне нужно купить другой. Помним, что have to, здесь уже have – это не то же have или had, которое было в обороте have something done. Во втором примере have to – это модальная конструкция, которая переводится как должен, вынужден, необходимо. I have to buy another one. I had my tablet broken. I have to buy another one. Пример 2. I don't like having my hair touched. Мне не нравится, когда трогают мои волосы. Есть такие люди, которым не нравится, когда трогают их руки, их волосы, их одежду и всё такое, да? Итак, I don't like – я не люблю. Далее, что именно я не люблю? Следующий после like глагол мы имеем право ставить в форме инфинитива или в форме герундия. То есть, либо ставим после like – to и начальную форму глагола, либо мы ставим инговую форму глагола. Здесь мы выбираем форму ink. I don't like having my hair touched. Have my hair touched – наш оборот. После have, который стоит в форме having, мы даём объект my hair и что с ним делают? Touched. Соответственно, я сама люблю трогать свои волосы, но я не люблю, когда мне трогают волосы, да? Когда это делает кто-то другой. I don't like having my hair touched. Можем, кстати, перефразировать, например, сказать I don't like when someone touches my hair, да? Но можем использовать вот эту лаконичную конструкцию. Пример 3. You should have your car washed. It's very dirty. Тебе нужно помыть машину, она очень грязная. При этом по-русски я говорю, тебе нужно помыть машину, по самому обороту непонятно, кто будет это делать. Я сама буду мыть машину или кто-то другой. Но если в английском языке смотреть на английскую структуру, you should have your car washed, то мы сразу видим, что нужно, чтобы кто-то сделал это за тебя, да? То есть нужно, если более точно переводить, сдать машину, например, в мойку, да? И пример 4. Oh no, we've got our car crashed. О боже, нам машину разбили. Crash – это разбить что-то. Crash – в дребезге, да? We got our car crashed. Have got – это вариант глагола get, как я вам сказала, мы можем в данной конструкции использовать не have, а get. Но также get будем, как и have, менять по временам или как того требует грамматика. После get у нас стоит объект our car и действие, которое над ней совершили – crashed. We've got our car crashed. Нам разбили машину. То есть не мы сами, естественно, это делали, ни один человек такого не будет делать, а нам ее разбили. Вот такие вот примеры. Вроде бы ничего сложного. Двигаемся к тексту. Текст у нас сегодня не очень большой. Он поместился на одном слайде. Сперва мы его с вами прочитаем. После этого детально разберем, обращая внимание на оборот. I had my hair cut. I had a manicure and pedicure done. I also had a massage session and a chocolate body wrap. Oh, the last was divine. But when I left the salon, the magic was gone. I was going home wishing I had my apartment cleaned and my dinner cooked. I wish I were taken care of. Давайте переведем. Привет, ребята. Знаете что? Мой новый сосед попытался извиниться. Он заставил свою дочку купить мне подарочную карту недавно открывшегося салона красоты вниз по улице. Я была немножко ошеломлена, но все-таки взяла карту. Я бы не хотела, чтобы старик слишком волновался из-за меня. Мне постригли волосы. Мне сделали маникюр и педикюр. Также у меня была сессия массажа и шоколадное обертывание тела. О, последнее было божественно. Но когда я покинула салон, магия испарилась, исчезла. Я шла домой и думала, вот бы кто-то поубирал мне квартиру и приготовил мне ужин. Мне бы хотелось, чтобы обо мне позаботились. Окей. Hi, guys. Привет, ребята. Guess what? Знаете что? Это те фразы, просто стандартное приветствие. My new neighbor tried to make an apology. Мой новый совет попытался... Мой новый сосед, простите, попытался извиниться. Итак, make an apology. То есть, как бы выразить извинение. Да, извиниться. Есть глагол apologize. Есть связка make an apology. Где apology у нас как одно извинение. Да, разовый акт. He made his daughter buy me a gift card of a newly opened beauty salon down the street. Он заставил дочку купить мне подарочную карту недавно открытого салона красоты вниз по улице. Make somebody do something. Это заставить кого-то что-то сделать. Если вы видите, что у вас глагол make, потом сразу после него кто-то, а потом еще одно действие, обратите внимание, без всяких там to, без различных изменений глагола, то эта связка особенно, о ней мы будем говорить чуть далее в теме infinitive. И в этом случае нужно запомнить только то, что глагол make не будет переводиться как делать. Он будет переводиться как заставлять. Заставлять кого-то сделать что-то. He made his daughter buy. Он заставил свою дочку купить. Buy me, купить мне a gift card, подарочную карту of a newly opened beauty salon, недавно открытого салона красоты. Beauty salon, салон красоты, да. И где он находился? Down the street, вниз по улице. Знаем, что когда у нас что-то расположено вверх или вниз по улице, все равно в английском говорят down the street. Вот неважно в каком направлении улицы вы двигаетесь. По улице, да. Ну, удобнее более все-таки переводить вниз по улице, это ближе к английскому словарю, да. I was confused by took the card anyway. Я немножко была обескуражена, но все-таки карту взяла. Confused – это сбитый с толку, обескураженный, удивленный, не ожидавший чего-то. It's a confused person. В общем, если что-то с вами случилось, и это вас просто ошеломило, удивило, сбило с толку, you are confused. Соответственно, I was confused – я была сбита с толку. Можем рассматривать данную связку как пассивный залог, где первая часть варианта глагола be – was, вторая часть – это третья форма глагола confused – сбивать с толку, удивлять, ошарашивать и так далее. But took the card anyway. Ну, я взяла карту в любом случае. Anyway, в любом случае. I wouldn't like to make an old man worry too much. Мне бы не хотелось заставлять старичка слишком волноваться. I wouldn't like – я бы не хотела. Мне бы не хотелось. Обратите внимание, что после связки wouldn't like, вроде бы как тоже like, да, но мы не можем использовать никогда инговую форму глагола. Если у нас идёт второй глагол после like, я бы не хотела что-то делать, да, вот это что-то делать. Мы всегда подаём в форме to infinitive, to make в данном случае. I wouldn't like to make – мне бы не хотелось что-то делать. Но здесь в данном случае make an old man worry – та же самая связка, что made his daughter by. Мы видим, что после глагола make у нас есть кто-то, an old man и действие worry. Соответственно, make я буду переводить как заставлять. I wouldn't like to make an old man worry too much. Я бы не хотела заставлять старого человека волноваться слишком сильно. I had my hair cut – мне постригли волосы. То есть, вот наш оборот действий have something done. I had my hair cut. Кстати, очень часто вот именно в этой связке все думают, что hair cut – это стрижка, да, как я получила стрижку. Но на самом деле это всё-таки вариант оборота have something done. Просто глагол cut у нас во всех трёх формах имеет один вариант – cut. И стрижка тоже будет hair cut. Тоже с тем же самым cut. Поэтому вот такой вот конфижен небольшой. I had a manicure and pedicure done. Have something done второй раз. I had объект a manicure and pedicure done. Соответственно, и стрижку мне сделали, и маникюр с педикюром мне сделали. I also had a massage session and a chocolate body wrap. У меня также была сессия массажа и шоколадное обёртывание. Такая прекрасная косметическая процедура. Здесь уже had используется по назначению. Что-то получить, получить какую-то услугу. И далее перечисление услуг. Oh, the last was divine. Последнее, то есть chocolate body wrap – это было божественно. It was divine. Это было великолепно. Divine, да, божественно. Что-то так ближе к слову божественно, да. Далее. But when I left the salon, the magic was gone. Ну, когда покинула салон, магия исчезла. Be gone – исчезнуть, пропасть, испариться, даже умереть. Оборот be gone, ну, это также пассивный залог, имеет очень много разных оттенков смысла, потому что он часто употребляем. Так как здесь мы говорим о магии, the magic was gone, то мы, соответственно, понимаем, что магия пропала, магия исчезла. Вот можем так поэтически перевести. I was going home wishing I had my apartment cleaned and my dinner cooked. Я шла домой с желанием, чтобы мне поубирали квартиру и приготовили ужин. Итак, I was going home wishing. Я шла домой, желая. И что именно я желала? Что я хотела? I had my apartment cleaned. Чтобы мне поубирали квартиру. Опять же, не я сама желала уборки. А чтобы я пришла и получила убранную квартиру. To have my apartment cleaned. Также я хотела, чтобы я пришла, а ужин был готов. I wish I had my dinner cooked. Кстати, вот конструкции с wish, также мы недавно проходили, ещё один вам пример. I wish I were taken care of. Мне бы хотелось, чтобы обо мне позаботились. Take care of someone, заботиться о ком-то. I wish I were taken care of. Я бы хотела, чтобы обо мне позаботились. Помним, что так как у нас wish предложения поддерживают правила условных предложений, то мы можем говорить I were. Это не ошибка в данном случае. Это соответствие правилам условных предложений второго типа. Вот, друзья мои. Ну и, собственно говоря, на этом разбор текста окончен. Пару раз наша конструкция попалась. Я считаю, это отлично. Давайте ещё раз прочитаем текст. Hi guys, guess what? My new neighbor tried to make an apology. He made his daughter buy me a gift card of a newly opened beauty salon down the street. I was confused, but took the card anyway. I wouldn't like to make an old man worry too much. I had my hair cut. I had a manicure and pedicure done. I also had a massage session and a chocolate body wrap. Oh, the last was divine. But when I left the salon, the magic was gone. I was going home wishing I had my apartment cleaned and my dinner cooked. I wish I were taken care of. И парочка вопросов по тексту. Where did Claire go? What did she do there? What was Claire's thinking about on her way home? Do you go to beauty salons? И давайте переведём. Куда пошла Claire? Что она там делала? О чём Claire думала, когда она шла домой? И ходите ли вы в салоны красоты? Рекомендую вам делать ответы на данные вопросы. Если не хотите публиковать их в комментариях, я всё понимаю. Не все хотят на обозрение выставлять плоды своего труда. Но можете хотя бы для себя давать эти ответы на вопросы. Это помогает нам закреплять полученные знания. И ещё одно упражнение, которое также помогает закреплять полученные знания, это обратный перевод. Это самое сложное упражнение. Многие его отказываются делать, потому что оно занимает много времени. И показывает все наши недоработки, все наши ошибки, все наши косяки. Поэтому, друзья, именно это упражнение самое важное. Я вам очень рекомендую его выполнять. Я надеюсь, что вы это делаете. Самое лучшее, конечно, работать вслух. Но если вам нужно прокачивать навыки письменного английского, вы можете делать упражнения письменно и сверяться с предыдущими материалами, с предыдущими слайдами, где, собственно говоря, всё это есть в английском варианте. На этом, друзья мои, всё. Меня зовут Елена Вагнистая, канал OK English Practica. До скорого. Bye.